Как будут работать школы и детские сады Подмосковья в ближайшее время? После того, как столичных школьников отправили на двухнедельные каникулы, этим вопросом задались жители соседнего региона. Министр образования Московской области Ирина Коклюгина разъяснила ситуацию. Те, кто учится по модульной системе, плановые каникулы, которые длятся ровно одну неделю, начинаются с 5 октября. У другой половины школ, которые учатся по четвертям, плановые каникулы должны быть в начале ноября. В школах, которые учатся по четвертям, могут вести досрочные недельные каникулы. Всё зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном учебном заведении. Окончательное решение за директором. Дети в основном не болеют коронавирусом. Либо они болеют им бессимптомно, либо они болеют им в лёгкой форме. Здесь под угрозой находятся учителя. Каждый директор знает, сколько человек в коллективе, в педагогическом у него болеет. И, исходя из этого, он принимает решение. В случае, если школа принимает решение переходить на досрочные каникулы, все родители будут уведомлены, соответственно, директором школы и классными руководителями. Детские сады, а также учреждения дополнительного образования продолжат работу в штатном режиме. Эти объекты закрывать из-за пандемии не будут. Единственное условие – соблюдать все меры безопасности. У студентов колледжа и вузов каникулы начнутся, как всегда, в январе-феврале. Министр образования заверила – на дистанционное обучение переводить никого не будут.